Дорогие, в этой программе мы поговорим о последнем времени. Я расскажу о том, что несет в себе Антихрист, какие силы тьмы активизированы в его жизни. Я покажу вам, что будет происходить в мире, в котором мы с вами живем. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равин Шнайдер Меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на передачу «Узнавая еврейского Иисуса». Я продолжаю цикл, который называется «Расшифровывая книгу Откровения». Я приветствую тех, кто присоединился к нам впервые. Я не буду повторять ту информацию, которую рассматривал ранее. Вы можете заказать весь цикл на нашем сайте. Мы говорим о событиях последнего времени и возвращении Мессии. Я продолжу с того, на чем закончил на прошлой неделе. Мы читали Исайю. Я показывал вам, что не только книга Откровения учит о последних временах, но и тонах. Ветхий Завет также говорит об этом. В прошлый раз я рассказывал о том, что Исайя рассказывает нам о дьяволе и антихристе, который будет воплощением дьявола. Я хочу прочитать вам стихи, а потом сделать несколько комментариев. А затем мы будем рассматривать метку зверя. Выслушайте Слово Божие. Это Исайя, 14 глава, 14 стих и предыдущие 12 и 13 стихи. «Как упал ты с неба, дениться сын зари. Разбился землю, попиравшей народы». Интересно, что здесь мы видим, как дьявол, Люцифер, Сатана, который взбунтовался против неба, как говорит Исайя, разбился о землю. Он был изгнан с небес. Иисус сказал, «Я видел, как Сатана упал с неба, подобно молнии». Вот о чем мы читаем у Исайя. Давайте продолжим. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера». Сатана продолжает в 14 стихе. «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Бог показывает, что случилось. Он показывает, как Сатана был сброшен с небес на землю. Но он все равно собирался вернуться и забрать трон Божий. Вот с чем мы имеем дело. Это сила бунта, с которой мы сталкиваемся. Я хочу спросить вас, что вы думаете, когда вы видите мысли Сатаны? «Я взойду, стану центром Вселенной, буду подобен Всевышнему». Когда мы читаем это и смотрим на землю, то разве человечество в целом не придерживается того же самого? Люди хотят быть в центре. Посмотрите на развлекательные передачи, на репортажи про звезд Голливуда. Что мы видим? Мы видим людей, которые выходят из лимузинов, в дорогой одежде, с идеальным макияжем и прической. Они видят, что камеры сфокусированы на них, их лица на плакатах и в журналах. Но, возлюбленные, это и есть воплощение того духа, о котором мы с вами говорим. И многие из нас придерживаются подобного взгляда в меньших вещах. Мы переживаем о том, что другие подумают о нас, как они будут смотреть на нас. И иногда мы просто зацикливаемся на себя. Мы не можем представить себя на месте других, потому что сконцентрированы на Боге эго. Это суть сатаны. Он думает только о себе. Давайте посмотрим на себя. Мы должны очиститься от подобных вещей. А вот почему Иисус сказал, «Тот, кто потеряет жизнь ради Меня, обретет ее». А тот, кто будет держаться за свою жизнь, за эго, тот потеряет ее. Это не означает, что у нас нет своей личности. Но Бог должен быть в центре, а не мы. Мы боремся с силой эго. Дух, который хочет контролировать нас, хочет сделать нас похожими на себя. Он хочет, чтобы мы находились в центре. Но поступая так, мы ставим сатану в центр. А именно этого он и хочет. Он знает, что каждый человек, который поставит в центре себя, будет уничтожен. Именно это он и пытается сделать. Он хочет уничтожить все человечество. Вот почему Библия говорит, что он попирает народы. Я хочу поделиться с вами пророческим переживанием, чтобы благословить вас. Я делюсь этим потому, что Бог дает это не только для меня, но для всех, кому я служу. Это случилось несколько лет назад, и это был сон. И вот что я увидел во сне. Некоторые из вас могли слышать об этом опыте, потому что он изменил мою жизнь полностью. Но я хочу снова рассказать о нем, потому что он связан с нашей темой. Во сне я проповедовал своему собранию Слово Божие. Я стоял за кафедрой и проповедовал Слово. И посреди проповеди собрание поднялось, и кто-то сказал, «Они больше не хотят тебя слушать». Тогда они положили руки на сердце и сказали, «Мы клянемся верности флагу Соединенных Штатов Америки». Они прервали мою проповедь. Внезапно собрание поднимается и начинает цитировать клятву верности. «Я был унижен во сне. Я был в шоке от того, что проповедь Слова Божьего прервали. Я вышел из зала и пошел в комнату чуть дальше. Я сидел в ней с чувством унижения. Я просто не понимал, что происходит. И тут Господь обратился ко мне и сказал, «Я хочу, чтобы ты вернулся назад и закончил». Я вернулся назад, закончил проповедь, и под конец проповеди сон закончился. Я проснулся и был в замешательстве. Я спросил, «Господи, что это означает?» Они подавили проповедь Слова клятвой верности. Кто-то сказал, «Я больше не хочу слушать себя». И они тоже. «Что это означает, Господи?» Я спросил, «Господи, что я делаю, что собрание готово пойти на такой бунт? В чем я слаб как лидер?» «Чего я не вижу?» Я очень расстроился из-за всей этой ситуации, потому что был уверен, что Господь дал мне этот сон. Я продолжал спрашивать Бога, что я делаю не так, что такое случилось. «В чем я совершаю ошибку?» Я скорбел и молился. И где-то через три или четыре дня я поехал проповедовать в другую церковь и находился в отеле. И в ту ночь в отеле Дух Святой обратился ко мне. Это не был слышимый голос, но я ясно услышал его в сердце. Он обратился ко мне и сказал, «Вопрос не в тебе». Я спрашивал у Господа, «В чем я совершаю ошибку, что собрание даже готово так взбунтоваться, что подавит мою проповедь?» Но Дух Святой сказал, «Дело не в тебе». Я показывал тебе, что несмотря на то, что люди посещают церковь, они посвящают себя не мне, о американской мечте, возлюбленная. Я благодарен Богу, что я американец. Я люблю нашу страну, наше правительство, чту нашего президента. Библия говорит, чтобы мы почитали нашего царя. Я говорю эти слова как патриот своей страны. Господь сказал мне, я показываю тебе, что хотя люди приходят в церковь, их жизни и их мышление «Их сердца обращены не ко мне, а к себе, к американской мечте». Они хотят добиться успеха. Америка – страна возможностей. Господь сказал, что люди ставят себя в центр своей жизни. Они хотят реализоваться. Их главная цель – не жить ради Бога, не служить Ему. Господь говорил, для них все дело не во мне, а в них самих. А откуда же приходит этот дух эгоцентризма, когда мы ставим себя на первое место? Он приходит от того, кто был изгнан с небес, потому что поставил себя выше Господа. Это произошло когда-то и происходит по сей день. Именно с этим у нас и есть проблемы в это время, возлюбленные мои. Поэтому мы должны быть внимательны. Вернемся к нашей программе. Сатана – автор Евангелия меня. Сегодня мы часто слышим Евангелие, в котором имя Иисуса есть лишь в кавычках. Это не настоящее Евангелие, которое приняли Павел и апостолы. Евангелие, которое проповедовал Павел, звучало так. Я знаю лишь Христа распятого. Вот то Евангелие, которое проповедовал Павел. «Христос распятый, погребенный и воскресший». Его суть сводилась к тому, чтобы отдать свою жизнь, последовать за Иисусом, отречься от Себя, взять Свой крест. Его суть сводилась к тому, чтобы бороться. А то Евангелие, которое мы слышим сегодня, это Евангелие меня. Оно проповедуется во имя Иисуса. Иисус говорил, что придет много лжехристов и лжеучителей, во имя Его, как сказано в Евангелии от Матфея. Это одна из характеристик последних времен. Ложные Евангелия будут проповедовать во имя Иисуса. И то, что проповедуется сегодня во имя Иисуса, это Евангелие меня. Это Евангелие, которое фокусируется на человеке, а не на Христе. Люди думают, что это христианское Евангелие, но это не так. Это Евангелие, которое сделало Иисуса волшебным джинном. Они говорят, просто примите Иисуса, и Он сделает вас богатыми, счастливыми, мудрыми. Вся Его суть сводится к тому, чтобы использовать Иисуса для своей реализации. А это совсем не то же, что сказать. Иисус умер на кресте за вас, и теперь мы должны отдать Ему свои жизни. Любить Его, служить Ему, повиноваться Ему. То Евангелие, которое мы слышим сегодня, часто является ложным, потому что фокусируется не на Христе. Иисус сказал, что если мы не возьмем свой крест, не отречемся от себя и не последуем за Ним, но мы слышим другое. Это Евангелие фокусируется не на Христе, а на человеке. Иисуса в нем представляют как путь к самореализации. Иисус сказал, «У того, кто верит в Меня, потекут источники живых вод. Я стану в нем источником живой воды, и он больше не будет жаждать». Для этого нам нужно уметь для себя и отдать себя Ему. И то, что мы читаем об Иисусе, отличается от того, что мы слышим в других кругах, где фокус делается не на том, чтобы отдать себя Иисусу, а в том, чтобы использовать Иисуса для исполнения эгоистичных желаний. Мы видим, что все это началось с падения сатаны, как об этом сказано у Исаии, и как об этом говорил сам Иисус. Я хочу поговорить о том, что когда сатана будет обретать все больше власти, он будет заставлять людей принять метку зверя. Я прочитаю фрагмент из книги Откровения. Выслушайте Слово Божие. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Мы слышали о метке зверя. Это имя Антихриста или число его имени. Шесть, шесть, шесть. И я прочитаю вам еще раз. Возлюбленное. Это Откровение, 13 глава, 16 и 17 стихи. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Опять же, метка должна быть на правой руке или лбу, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его. Я хочу, чтобы вы задумались над этим на минутку, чтобы это не казалось вам фантастикой. Вспомните, как часто людей обворовывают, подделывая их карты. Многим приходилось звониться в банк и узнавать, почему с вашей карты сняли сумму, или ваш банк мог предупредить вас, что видит подозрительную транзакцию. Мошенники пытались использовать вашу кредитную карту. В итоге вам приходится закрывать ее и получать новую. Кто из вас сталкивался с этим? Со мной это происходит каждые несколько месяцев, потому что я часто путешествую по миру. И я спросил в собрании, кто из вас сталкивался с этим? Где-то четверть людей подняли руки. Мы знаем, что хищение личных данных, особенно через кредитные карты, достигло невероятных масштабов. Правительство пытается предотвратить это. И мы можем представить, что вместо пластиковых карт правительство прикажет всем вживить щипы под кожу. Я не говорю, что именно так все и будет, что человечество заставит принять метку зверя, и никто не сможет продавать или покупать без этой метки. Я не говорю, что это обязательно будет какой-то чип под кожей, но мы можем представить такую вероятность. Мы видим подобное уже сейчас у животных. Собакам вживляют такие чипы, чтобы в случае пропажи достаточно было провести сканирование и стало бы ясно, кому именно принадлежит собака. И вот почему мы вполне можем представить, как это исполнится однажды. Я хочу продолжить и прочитать вам еще одно местописание. Опять же, мы будем смотреть с вами книгу Откровения, ибо ее мы разбираем с вами сегодня. Это 14 глава, отрывок с 9 по 11 стих. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание, на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей». Вино цельное, приготовленное в чаши гнева его, и будет мучен в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Не забывайте, что эта метка позволит людям покупать и продавать. Малым и великим придется принять ее. Я хочу, чтобы вы увидели, почему это возможно. Вспомните то, что Гитлер сделал в нацистской Германии. Это было 70 лет назад. Он приказал всем евреям носить желтую звезду на одежде, чтобы идентифицировать их. Он заставил их принять метку. И если их ловили без метки, их просто убивали. Ну а в следующий раз я поделюсь с вами очень интересной информацией. Я расскажу вам, чем может быть эта метка зверя. Многие спорят о том, что же такое метка зверя. Иисус говорит о метке зверя в Откровении, имеющий разум да поймет. В следующий раз я поделюсь с вами возможными вариантами прихода метки зверя в жизни людей. Я очень люблю вас. Я говорю об этом не для того, чтобы напугать вас, но для того, чтобы подготовиться. Иисус дал нам книгу Откровения, потому что сильно любит нас. Он желает, чтобы мы были как сыновья из Сахара, которые понимали, что происходит в духовном мире, как Бог действует на этой планете. К сожалению, мы переживаем о том, что другие подумают о нас, как они будут смотреть на нас. Иногда мы просто зацикливаемся на себе, но так быть не должно. Пожалуйста, оставайтесь с нами, расскажите о нас друзьям, а также закажите книгу. С вами был Равин Шнайдер, до скорой встречи, мир и шалом во имя Иешуа. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Спасибо вам! Равин за вашу верность и любовь к Господу и Спасителю Иисусу Христу. Я вижу и ощущаю ее, когда смотрю вашу программу. Вы искренне говорите и учите, поэтому для меня честь называть вас своим братом в Мессии Иисусе Христе. С любовью и уважением, пастор из Калифорнии. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку, ведь поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в Его построении Царства. Спасибо вам! И пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, произносите это благословение на Мой народ, и тогда Мое имя будет на них. Он дарует вам Свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Моисею и Аарон, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ам. Ам. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи». Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. В следующей программе мы изучим слова Иоанна о том, что сейчас в мире уже много антихристов. Несмотря на то, что будет только один главный антихрист, я покажу вам, дорогие, что дух антихриста уже действует в жизни многих людей сегодня. Многие из вас слышали шутку о том, что в нашей жизни можно быть уверенным лишь в смерти и в налогах. Сегодня я хочу говорить с вами о реальности смерти. Многие люди предпочитают не думать о том, что им неприятно, притворяясь, что все это не по-настоящему. Они прячут голову в песок и убеждают себя, что это чья-то выдумка, потому что мысль об этом приносит им дискомфорт. Но это глупо. Удобно нам думать о смерти или нет, смерть реальна. Недавно я был на похоронах. Когда я смотрел на человека, лежащего в гробу, для меня было совершенно очевидным, что тела, в которых мы живем, всего лишь временные сосуды. Человек в гробу выглядел прекрасным. Его загримировали и надели на тело костюм. Но, послушайте, его уже не было в теле. Личность, которой он являлся, уже была не там. Правда в том, что однажды нам с вами придется оставить свои тела. Возможно, это будет скоро. Мы должны быть готовы к этому. Иисус сказал, «Верующий в Меня, даже если умрет, а живет, если вы не вложили в себя всецелого Иисуса, если вы не активно ищите Его из вашей любви к Нему, то сейчас у вас есть возможность посвятить Иисусу свою жизнь. Если вы чувствуете, что Бог касается вас, тогда я прошу вас, помолитесь со Мною прямо сейчас. Скажите такие простые слова. Дорогой Иисус, я верю, что Бог любит меня и что Он послал тебя умереть на кресте вместо меня, чтобы мне не пришлось принимать наказание за мой грех. Я прошу тебя простить мне мои грехи. Я приглашаю тебя, Иисус, войти и жить во мне. И я выбираю посвятить свою жизнь тебе. Помоги мне следовать за тобой. сообщите нам, если вы только что помолились этой молитвой. Мы порадуемся вместе с вами. Шалом! Надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа, а сейчас хочу дать вам еще одну большую возможность, возможность давать. Иисус сказал, блажение давать, чем принимать. Давай мы отражаем природу Христа, потому что Бог по своей природе даятель. Он так сильно полюбил нас, что отдал своего единственного Сына. Если вы верите в меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько он побуждает вас дать. Я вам обещаю, делая это, вы будете преображаться в образ Христа и будете благословлены за свое послушание Богу. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Благодаря ей эта программа до сих пор выходит в эфир. Будьте обильно благословлены. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните по номеру 777-7835 или отправьте СМС со словом «РАВИН» на номер 4537 или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Смелая и вдохновляющая, простая и ясная. Эта книга откровения расшифрована от Равина Шнайдера, у которого более 40 лет опыта в изучении Ветхого и Нового Завета. Вас ждет захватывающее путешествие, в котором вас будет направлять призма еврейских пророков. Откройте ответы на древние загадки и скрытые ключи, которые повлияют на вашу жизнь сегодня. Примите Божие благословения. Книга «Откровение» расшифрована. Приобретите свой экземпляр сегодня, позвонив по номеру, который видится на экране или на нашем сайте. Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.